Здравствуйте, уважаемые зрители! Зовут меня Хамидов Евгений Нафисович, я являюсь старшим предварительным кафедрой религиоведения, института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. И сегодня я хотел бы продолжить рассказ о арабском языке. В прошлый раз мы с вами говорили о семейской группе языков, рассказали о том, что такое языковая семья, какие языки к ним в языковую семью входят, как они определяются, некоторую историю формирования алфавита, в принципе, и современного арабского алфавита в том числе. И вот сегодня хотелось бы продолжить про арабский язык и непосредственно его специфику. В прошлый раз мы с вами сказали о том, что арабский язык, он был двух типов. Если оговориться, не совсем язык, а алфавит. Тот арабский алфавит, который мы привыкли, который мы привыкли видеть в своей такой повседневной жизни, может быть, в виде каких-нибудь украшений, вот этой вот красивой арабской вязи, изящной. И тот алфавит, который сегодня уже фактически является достоянием истории, фактически не используется. Есть люди, которые, в принципе, на нем в состоянии писать, есть люди, которые могут его читать и понимать. Но он фактически прекратил свое существование примерно к VI веку во многом благодаря тому, что, ну или по причине того, что Коран, который стал важной, самой важной, ключевой книгой всех арабов, коль скоро мы говорим в арабском языке, был записан на другом варианте арабского алфавита, на так называемом северном арабском алфавите, или иногда говорят северноарабский язык. Ну и вот, собственно говоря, южноарабский язык или южноарабский алфавит, он так вот канул в лету. Про южноарабский алфавит мы можем судить, опираясь на как раз вот стеллу с абийской надписью, здесь вы можете наблюдать. Это очень известный артефакт, датируют его примерно 700-м годом до нашей эры, и это тот период, откуда начинают отчет арабского языка. В прошлой лекции мы с вами говорили о том, что арабский датируют II веком до нашей эры, а здесь вот у нас получается VIII век до нашей эры. Такое разногласие обусловлено тем, что мы будем понимать под арабским языком. Это тоже арабский язык, но это не совсем тот арабский язык, который мы привыкли видеть. Поэтому южноарабский язык, он здесь вот, если прям приглядеться, очень похож на финикийский. Наверняка мы видели финикийский не то, что каждый день мы можем его наблюдать, но где-нибудь в учебниках, опять же, по истории Древнего мира за пятый класс, может быть, какие-то финикийские буковки мы видели, может быть, на занятиях русского языка в школе, когда говорили про формирование кириллицы, были таблицы видоизменений символов того, как финикийский бык получился в нашу нынешнюю А кириллическую, или латинскую А в том числе. Если приглядеться, то наверняка во втором ряду сверху, с краешку, как раз вот можно обратить внимание, там, палочка и круглешочек, это буква Я. Это самая простая форма, наверное, так и можно это дело обозначить, обозначение руки. Буква, слово «рука» по-рубски звучит как «яд», и первоначально была некая картинка руки, которую, вот как мы в прошлом занятии с вами говорили, сначала изображался картинкой, иероглифом, потом вот эта вот рука для скорописи стала изображаться более упрощенно. Фактически там палочка, круглешочек, несколько черточек, для того, чтобы схематически изобразить руку, для того, чтобы и читателю, и пису было понятно, о чем идет речь. И впоследствии вот эти вот идиограммы, и логограммы упростились до буквы, то есть другим словом, до графемы, которая будет содержать одну простую фонему, вот в виде вот такой вот палочки и вот круглешочка сверху. Вот эта буковка Я, допустим. Ну и из тех буковок, которые мы можем с вами тоже знать, ну вот в первом ряду, если вы обратите внимание, посерединке там красота палочка и вот две наклонных черты. Это буковка МИМ, буква МЭ. Опять же, схематическое упрощенное изображение волны. Вот если мы представим, что вот волна только хлоп-хлоп, значит, изображается, как часто на детских рисунках тоже бывает. Либо вода, либо волна, потому что и вода по-арабски МЭ, и волна МАУДЖИ, то есть и первое, и другое, и первое-второе слово на буковку МЭ. Поэтому вот первоначально рисовали волной, буквально водичкой, потом это дело все схематически стали изображать вот такими вот палочками, и потом вот она заняла такую вертикальную позицию, как говорится. Вот опять же, если приглядеться, прям в первом ряду, посерединке, рядом с круглешочком. Для чего мы все это говорим? Для того, что, глядя на южноарабский язык, мы можем прямо буквально проследить параллели с более знакомым для нас финикийским алфавитом. Поэтому среди специалистов довольно распространено представление о том, что южноарабский алфавит формировался под сильным влиянием финикийской традиции, финикийского алфавита. Но опять же, по этому поводу есть разные мнения, и до сих пор идет дискуссия. Если говорить о возникновении языка, вот того, который сегодня распространен, того, которым сегодня пользуются миллионы человек на всей земле, есть замечательная цитата по этому поводу. «Являясь формой существования и выражения и мышления, язык в то же время играет существенную роль формирование сознания языковой знак, будучи по своей физической природе условным по отношению к тому, что он означает, тем не менее, обусловлен в конечном счете процессом познания реальной действительности». Другими словами, мы можем говорить о том, что то, как сформировался язык, то, как выглядит язык, то, какими графическими элементами этот язык пользуется, это все влияет на то, как человек мыслит, на его ментальность, на его форму мировосприятия и в обратную сторону. То есть это фактически ключ к пониманию человека, для которого этот язык является родным. Не только человек формирует язык, исходя из своих вот таких глубинных представлений о мироздании, опираясь на свое мировосприятие и так далее, но и в обратную сторону такое амбивалентное движение, язык тоже начинает влиять на восприятие, на мировосприятие, на мировосприятие, на мировосприятие человека, которым этим языком пользуется. Арабский в данном случае очень хороший пример, очень хороший показатель. Арабский исторически складывался на основе таких условно-разразийных гнезд языковых. В принципе, мы можем говорить о том, что арабский язык, он очень образный язык. Что мы имеем в виду под образностью? Если мы разговариваем, ну, не обязательно разговариваемся, мы читаем тексты или еще что-то, как-то сталкиваемся с арабским языком, то давайте мы возьмем такую идеальную ситуацию. То есть, либо мы, как неносители, понимаем арабский язык на уровне носителя, либо мы представляем, что носитель сталкивается с арабским языком. И тогда, читая текст, слушая его, каким-то другим способом его воспринимая, в голове слушателя или читателя возникает целая прям гамма чувств, эмоций, и, в первую очередь, обусловленных определенным набором образов. То есть, говоря определенное слово, у араба возникает не какой-то словарный перевод, а образ, некая картинка, которая за этим словом скрывается. И поэтому, в буквальном смысле слова, мы можем даже ввести в транс нашего слушателя, если будем говорить на арабском красиво, правильно, и вот следуя всем необходимым требованиям этого языка. То есть, араб будет слушать то, как вы говорите, а не то, что вы говорите. То есть, настолько благоговейное отношение к языку. В этом плане во многом объясняется та любовь, то огромное внимание, которое уделяется в рамках так называемой араб-мус-меск традиции Корану, потому что он полностью удовлетворяет всем этим требованиям. Он очень красив во всех смыслах этого слова, и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы, и с точки зрения ритмики, поэтики и так далее. Так вот, что нам это дает? Арабский язык в силу своей образности состоит из, условно говоря, гнезд языка, который представляет собой различную комбинацию согласных. Мы с вами говорили в прошлый раз, что арабский относится к так называемым языкам консонантной основы, которые на письменности пользуются только согласными звуками, гласными не пользуются. Вот в качестве примера мы можем с вами посмотреть на гнездо языка, на комбинацию из букв Ф и Р. Фа и Ра. То есть, есть буквка Фа, есть буквка Ра. Вот само по себе вот это вот сочетание Фа и Ра в рамках языкового корня, оно символизирует, свидетельствует, образ такой внушает движение в разные стороны. И третья буква, в данном случае, большинство арабских слов, они на основе трехбуквенной основы. Прошу прощения за тавтологию. Третья буква в рамках этого корня, она как бы уточняет, что это за движение. Если вот Фа и Ра – это движение в разные стороны, то третья будет уточнять, какого характера это движение. Допустим, если мы добавим буквку Джим к Фа, Ра и получим Фа, Ра, Джа, это «раскалывать». Вот тут понятно, что какая картинка возникает, когда мы говорим «раскалывать». Добавим «да» – получается «разъединять». То есть вот, может быть, какие-то слова из нашей повседневной жизни вы слышали с этим корнем. Допустим, там Фарид, допустим, как раз как уникальный, единственный в контексте того, что он разъединенный от всего остального. То есть как бы Фа, Ра, Са, добавляем Са, и это уже «растерзать». То есть как бы там какие-нибудь когтями, допустим, птица растерзала и так далее. Там Фа, Ра, Ша – это «растилать» или «расширять». То есть как бы здесь тоже вот, тоже будет в начале «рас», то есть по-русски в некоторой степени будет совпадать. Там Фа, Ра, Ка – разделять. Фа, Ра, Кя – растирать и так далее. Тут, может быть, в некоторой степени довольно сложно представить, где здесь движение в разные стороны. Допустим, если это «растилать», допустим, или если это «растилать», «расширять». Хотя, в принципе, при достаточной доле фантазии, наверное, можно все-таки представить. Поэтому, опять же, не все лингвисты с этим согласны, что в каких-то элементах, в каких-то корнях мы можем проследить вот такого рода динамику, а в каких-то корнях она не прослеживается. Поэтому мы не можем с уверенностью утверждать, что есть какое-то гнездо языка и так далее и тому подобное. Но, опять же, если мы не можем проследить динамики, то, может быть, надо списать все на то, что мы не можем просто проследить динамику, а не то, что ее нет. Но, так или иначе, арабский приятен в этом контексте наличием вот такого рода логики и последовательности в образовании слов и динамики значений, которые приобретаются у этих вновь образованных слов. Также арабский, он очень четкий и понятный. Он вот прям как какие-нибудь точно науки, как какая-нибудь физика, как какая-нибудь математика, потому что в арабском все строится на формулах. Это очень приятно. Почему это очень приятно? Потому что, если мы не знаем какого-то слова, допустим, представим ситуацию, что вдруг вам нужно построить какой-то диалог с арабом, и это диалог, который вы раньше не вели, допустим, на тему электроэнергетика. Вас вдруг будет посреди ночи, говорят, срочно нам нужен переводчик, мы строим атомную электростанцию вместе с арабами. Пожалуйста, помоги нам перевести. Больше никто арабского не знает. А вы никогда в жизни не слышали вообще ничего про электроэнергетику, тем более про атомную энергетику. И если вы сделаете все правильно с точки зрения формул, даже если этого слова не существует в природе, вот прям в буквальном смысле этого слова, с великой доверенности вас поймут. Понялось? Если речь касается какого-то литературного перевода, когда у вас есть возможность сесть, спокойно взять словарь, найти значение в словаре, здесь никаких проблем нет, как говорится. Мы сейчас говорим о ситуации, когда вам нужно экстренно переводить. То есть вот мне сложно представить, можем ли мы так сделать, допустим, с английским языком, буквально сконструировать или выдумать слово на ходу, так, чтобы нас поняли, так сконструировать слово-то никто нас не остановит, а так, чтобы нас собеседник понял, вот это вопрос открытый, как говорится. А в случае с арабским языком, если мы все делаем, как говорится, вот по формуле, то никаких проблем в данном случае возникнуть не должно. И в обратную сторону, если вдруг вы никогда в жизни этого слова не слышали, но, как кажется, вы понимаете формулу, по которой он образован, вы знаете первоначальное значение корня, от которого это слово образовано, вы тоже с легкостью догадаетесь, что это слово значит. Так вот, одной из таких употребительных формул является так называемое имя-место. Имя-место – это место, где происходит действие глагола, от которого это слово образовано. Случат запутанные непонятно, возможно, но на примере, мне кажется, станет все очень просто и понятно. Образуется имя-место по формуле маф'иль или маф'аль. Вот средний корневой, буквка айн обозначает средний корневой, она голосуется исходя из типового гласного. Но вот, чтобы не усложнять все эти вещи, просто давайте посмотрим на транскрибированные варианты. Допустим, как раз формула с вариантом маф'иль, допустим, как раз мактиль. Мы берем корень сэджедэ. Сэджедэ обозначает совершать земной поклон. Может быть, кто-нибудь, по аналогии с тюркскими языками, татарским, башкирским, турецким и казахским, везде это заимствование из арабского языка, сэджедэ, то есть земной поклон, вот как раз от корня сэджедэ. Совершать земной поклон, падать ниц, кланяться, как угодно. Главное, что это действие, как раз движение, связанное с тем, что вы совершаете поклон до земли. Так вот, как раз мэджид, имя-место от этого корня образованное, это буквально место, где совершается земной поклон, то есть это мечеть. То есть слово мечеть, другими словами, это место, где совершается земной поклон. Удобно, приятно и понятно. Есть другой пример. По форме макталь – корень КТБ. КТБ – это писать. Мы наверняка знаем слова формы от этого корня, типа китаб, книга, то есть как раз вот нечто написанное, соответственно, может быть, киатип, кто-то помнит, как писатель. Вот, соответственно, если мы по этой формуле КТБ подставим под формулу макталь, мафаль, получим мактаб, то, значит, мактаб – это место, где пишут. Поэтому, если вдруг вы откроете арабско-русский словарь, посмотрите, что значит мактаб, обнаружите, что мактаб – это письменный стол или офис, то есть контора, скажем так. И не зная вот таких вот особенностей, может возникнуть некоторое сомнение. Как вот по-арабски вообще возможно, что письменный стол и большой офис – это одно и то же, звучит бредово. Но вот, опять же, понимая, что это имя-место, то есть место, где происходит действие глагола, от которого это слово образовано, становится понятно. В офисе пишут – пишут, все, значит, это мактаб. За столом пишут – пишут, значит, тоже мактаб. Мы можем в некоторой степени провести параллель с русским уже несколько устарейшим словом, несколько устарейшим понятием, как контора, которая тоже, то есть есть вот контора, как письменный стол, с ящичками, с какими-то, значит, с нудочками, и вот контора, как офис, собственно говоря. Единственное, что сейчас уже так это не используется, но, тем не менее, аналогия довольно прямая, как говорится. Ну и другие примеры от глагола «джаляса сидеть», «мэджлис» – это и парламент, допустим, это и какая-нибудь посиделка с друзьями в том числе. То есть почему? Это место, где вы сидите и говорите. То есть «джаляса» – это сидеть и как-то вот рефлексировать, как-то, значит, реагировать на происходящие события, изменения и так далее, и так далее. Поэтому «джаляс» – это место, где сидят, то есть это либо парламент, либо посиделка, пусть даже вечеринка и так далее, и тому подобное. Ну и, соответственно, «макад», допустим, как раз вот буквку «айн» для простоты, я здесь обозначил фонемой «г», «каада» – корень «кавайндаль» – обозначает сидеть просто, просто вот молча сидеть. Если «джаляса» – сидеть и как-то разговаривать, то «каада» – это просто молча сидеть. И вот, соответственно, «макад» – это, ну вот так вот мы в кавычках это дело обозначим, как сиденька. То есть как бы не место, где мы сидим и разговариваем, как-то приятно проводим время с друзьями, а вот просто некое место, куда мы можем сесть. То есть как бы вот это вот то, что будет называться «макадом». Это тоже, к слову, о образности арабского языка и «каада», «идиаляса» – обозначает сидеть. Но вот в разных словоформах, причем по одной форме образованной, «маджлис» будет обозначать парламент, а «макад» будет обозначать какую-нибудь скамеечку, сиденечку, стульчик, какой угодно предмет, на котором можно сидеть. Понятно, как бы для скамейки будет свое слово, для стула свое слово, но все это вот в единым термином можем видеть как сиденье. Другой пример – это имя орудийности. Что такое имя орудийности? Это, собственно говоря, орудие, которым совершается действие, от которого это слово образовано. Опять звучит запутанно, но на примерах, мне кажется, будет все понятно. Например, мы берем глагол «дараба», то есть корень «д-р-б», он означает «бить», «дараба-бить». Подставляем под эту формулу, как раз образуется по формуле «миф-алюн» или «миф-алатун», и получается «дараба-мидрабун». Если «дараба» – это «бить», то «мидраб» – это «молоток», то есть орудие для того, чтобы бить. Молотком бьют – бьют, это орудие, орудие, все, как бы, все очень просто и логично. Или другой пример – «сатара» – это проводить черту, то есть чертить, проводить линию. «Мистаратун» – легко догадаться, линейка, то есть орудие для того, чтобы проводить линии, орудие для того, чтобы чертить – это вот, собственно, «миф-алатун» – линейка. Легко и просто. Вот в жизни, когда вы никогда не видели линейки, знаете имя орудийности, смотрите, значит, там «сатара», там, допустим, это помимо того, что там проводить линию и чертить, это еще и, допустим, «сатаратун» – это строка, строка в книге, допустим, и так далее. Что-то вот такое прямое по линии написанное. Опять прообразность говоря. И вы думаете, так, что такое «мистаратун»? Говорите, ага, значит, это вот похоже на имя орудийности, сатара это чертить. Не линейка ли это часом? А потом открывать словарь, смотрите, линейка. Очень удобно и очень весело и приятно. Есть в некоторой степени экзотические такие формулы. Например, имя-место изобилия. Опять звучит очень, значит, вот так вот, значит, абракадаброчно, непонятно, что бы это могло значить. Но это имя-место изобилия, как следует из названия, это место, где вот нечто, от чего мы образуем это слово, в огромном количестве, в изобилующем состоянии. Например, образуется как раз по формуле мафалатун. Мы берем корень а, с, д, то есть альф с хамзочкой, син и дель. Асет — это лев. Один, там, львов в арабском языке тоже много слов, обозначающих лев. Это самый употребительный, наверное, вариант. И вот мафалатун, мафалатун — это буквально «место изобилующее львами». Вот по-русски мы говорим «место изобилующее львами», а по-русски мы говорим «мафалатун». И сразу представляется, значит, какая-то поляночка, там куча львов, они там, значит, отдыхают, потягиваются, то есть как бы львицы тащат новую, значит, антилопочку на обед и так далее. Вот вы сказали мафалатун, и вот этот весь комплекс мероприятий в голове вашего слушателя тут же возникает. Ну или вот возьмем мы корень бет-эхэ, бет-тых — это арбуз, у некоторых дыня, диалектально в смысле где-то джаббас, арбуз, где-то бет-тых, но речь не об этом. Мафалатун, сложно, сложно, арабский мой неродной, извините, пожалуйста. Это «место изобилующее львами», а вот тут по-русски можно сказать, как раз это вот бахча, как здесь и представлено, собственно говоря. Поэтому удобно и просто. Другой пример — это имя вместилище или имя сосуда. То есть как бы тут уже можно, мне кажется, без каких-то лишних пояснений, все и так интуитивно понятно. Допустим, мы с вами возьмем корень хайбэрэ. Хибрум, допустим, это чернила. Хибр — чернила. Мехбаратун — все очень просто, чернилица. То есть по формуле мифалатун, имя вместилище или имя сосуда, то есть сосуд для чернил, чернилица, что здесь еще, какие, как говорится, могут быть варианты. Причем, опять же говоря, об образности и простоте в данном случае, в силу его логичности и понятности. Берем мы корень хайлэбэ, который обозначает молоко. Например, халиб — это молоко. Халябэ — это доить, допустим. А мифалябун — это сосуд для молока, получается подойник. Опять все очень просто и понятно. И продолжая как раз разговор про образность арабского языка, можно в качестве примера привести такую частую ситуацию. Многие из наших с вами соотечественников учат арабский язык, в первую очередь, из таких религиозных соображений, для того, чтобы читать и понимать Коран на арабском языке, на языке оригинала. И вот последняя часть Корана, Коран делится на 30 частей, для простоты его чтения, как говорится, так, чтобы в месяц успевать прочитывать Коран целиком. Вот в день по одному джузу, по одной части читая, может в течение месяца его целиком прочесть. Вот последний джуз, последняя часть Корана — это та часть Корана, которую чаще всего учат мусульмане для своих таких, если можно выразить, бытовых нужд. Потому что, как вы знаете, мусульмане в рамках чтения ежедневной обязательной пятикратной молитвы должны читать какой-нибудь отрывок из Корана. И вот предпоследняя сура, предпоследняя глава Корана, она как раз содержит слово «фаляк». Это такая, наверное, абвивалентная, на самом деле, история, связанная с важностью фонетики арабского языка и вместе с тем с образностью. Если вдруг вы знаете эту суру наизусть, или как раз вот там «куля ауду бираб бил фаляк», вспомните, пожалуйста, как вы произносите вот этот «фаляк». Вы знаете, что в арабском языке два звука или две фонемы, две графемы, которые обозначают два схожих звука, то есть два «кэ». То есть один «кэ» как бы мягкий, другой «кэ» как бы твердый. Один может сказать «кэ», другой как бы «кэ». И вот как вы лично произносите «фаляк», «фаляк», «кэ». Если вы об этом не задумывались, то это довольно грустно, потому что в данном случае сказать не ту «кэ» может сильно поменять смысл. Но в случае с «фаляком» не так сильно. Почему? Потому что если в оригинале там «кав», которое жесткое, которое твердое, если мы скажем «фаляк» с мягким «кэ», то можно открыть словарь и посмотреть, допустим, «фаляк», «фалякун» обозначает небосвод, обозначает небо, ну или с точки зрения как раз вот специфического термина, это орбита. И вроде как, вот посмотрите словари, посмотрите там, тафсиры, комментарии к Корану, перевода Корана, «куль ауду бираббил фаляк», обычный перевод как «скажи, я прибегаю к Господу рассвета». Вроде как «фаляка» — рассвет и «фаляка» — небосвод, ну где-то рядом, где-то вот в одном ряду, вроде как мы ничего такого крамольного не сказали. Ну, наверное, да, здесь мы не про теологию все-таки говорим, а про язык, но тем не менее, как вот получилось, что «фаляка» — это небосводность. Это вот опять прообразность языка. Сам по себе глагол «фаляка», от которого это слово образовано, буквально обозначает иметь округлые груди о девушке, о молодой девушке, понятное дело. Поэтому здесь картинка, вот этот образ понятен. Небосвод — это вот тоже что-то, прошу прощения, сопоставимое с формой груди. Поэтому в данном контексте, если мы посмотрим какие-то другие словоформы, например, во второй породе, порода — это такая матрица изменения глагола для того, чтобы модифицировать первоначальное значение этого глагола. Во второй породе есть некая интенсивность. То есть вот то, как модифицирует вторая порода значение глагола, это некое увеличение интенсивности, в том числе там каузатив и так далее. Но это совсем другая история. В следующий раз мы об этом обязательно поговорим. Но вот можно сказать как раз, что «фаляка», допустим, гадать и предсказывать, как раз это глагол, который будет использоваться в случае с тем, чем занимается астролог или гадалка, который вот гадает по звездам. Ну или опять же, иметь округлые груди здесь тоже будет никуда не денется. Поэтому если вдруг вы без понимания вот этой идеи образности, которая содержит арабский язык, откройте словарь и посмотрите во второй породию, что глагол обозначает «гадать» и «иметь округлые груди», вы можете сказать, что это за бред. Как одно слово может обозначать совершенно непохожие друг на друга действия. Но вот понимая вот эту картинку, что называется, все встает на свои места. Ну и о важности фонетики, раз мы начали говорить. В качестве примера мы можем сказать тоже довольно распространенный глагол. Он довольно часто встречается в Коране. Он, в принципе, ну даже вот каждый из этих трех слов, они встречаются и в тюркских языках. Не во всех сразу, правда, или не все варианты, но тем не менее. То есть вот «халяка» — это глагол там вот, где вот первое «х» будет с такой, значит, оттенком некой хрипоты. Как раз вот то, что вот с точечкой первый вариант, вот который вот этот вот, он как раз «халяка» будет звучать. И «халяка» — это творить, это создавать, это там придумать что-то новое, выдумывать и так далее и тому подобное. Мы обобщенно можем сказать, что «халяка» — это творить. То есть вот «халяк», например, это творец. То есть это «аль-халяк» и «аль-халяк» — это как раз одно из имен Аллаха, одно из 99 имен Аллаха. То есть в данном случае два — и «аль-халяк» и «аль-халяк». Если вдруг мы вот это вот «х» неправильно произнесем, вы знаете, что в арабском есть три разных «х». Есть «х», которая с хрипотой, есть «х», которая, значит, вот такая самая шипящая, есть вот и третья «хэ». То есть ее можно произносить разными вариантами. Фактически можем говорить о том, что вся любая «хэ», которая не «хэ» и не «хэ», это вот третья «хэ». Можете сказать просто «хэ», можете сказать просто «хэ». Любое главное, чтобы это было не «хэ» и не «хэ». Вот для простоты можем, собственно говоря, это дело обозначить такое ближе к такой украинской «хэ» говорить. Вот если мы скажем «халяка», то это сотворить, создать. А если скажем «халяка», перепутав первую «хэ», то это будет обозначать сбревать или брить. И представьте, какой может случиться конфуз, если вдруг вы говорите, что там вот, я не знаю, Всевышний создал что-то, что-то там, Всевышний создал, я не знаю, и меня, и вас, и всех-всех-всех. И перепутав «хэ», мы скажем, Всевышний побрил и меня, и вас, и всех-всех-всех. Поэтому, ладно, если компания будет соответствующей и поймут это как вот такую иронию, а если это что-то серьезное, то как бы, ну, можно какое-нибудь чувство верующих оскорбить и еще что-то в этом роде. Уж если мы совсем пустимся во все тяжкие и еще и в последнюю каф, поменяем и скажем вместо каф каф, то халяка это прям буквально погибать, гибнуть, пропадать, умирать и так далее. Это что-то противоположное, халяка. Поэтому вроде как и халяка, и халяка звучит ну вот где-то вот в одном фонетическом ряду, как говорится, но тем не менее это принципиально важный момент, потому что вы в буквальном смысле этого слова можете кардинально изменить смысл в противоположную сторону. Ну и про буквальный символизм. Прям буквально пару слов, потому что это отдельная тема, заслуживающая отдельного внимания, коль скоро арабский язык сам по себе вот именно в качестве алфавита, в качестве объекта искусства. Давайте так это дело обозначим. Любим представителями арабо-мусульманской культуры, давайте мы широкими мазками это дело обозначим, очень большое значение придавалось и буквенному символизму. Особенно в рамках такой суфийской традиции есть целые трактаты, описывающие весь окружающий нас мир в буквах. Вот лицо или человек, как Астана Токуим, как венец творения, он фактически является в некоторой степени, наверное, можем так сказать, квинтэссенцией божественного творения в рамках его идеальности, красоты, изящества и так далее. Поэтому человек в данном случае является самым главным примером, в котором можно было бы найти отражение прекрасных божественных имен и так далее. Вот здесь ваше покорное слово как раз по краям два изображения, это за моим авторством и вот посерединке такое классическое изображение суфийское. Глаза обычно изображались буквкой Айн отчасти, потому что слово «глаз» по-арабски тоже звучит как Айн, поэтому это вот так, как сам Бог велел буквкой Айн передавать глаз. И вот здесь, если вы посмотрите на то, что к нам поближе, картиночку, то здесь вот у девушки как раз глаз буквой Айн описан, то есть как бы губы, рот передавался буквой Мим, кудри, волос передавались буквой Медаль. Вот если вы посмотрите, как раз вот прямо на лбу вот эти буквки Даль или буквки Меха, которые вот левее получается у нее изображены. Ну и вот посерединке можно обратить внимание тоже, что, допустим, брови передавались буквой Нун перевернутой, глаза тоже могли передаваться буквой Саат, носик Алифом, рот, вот обратите внимание, тоже Мим, и вот кудри и Лям, и Кав, и Даль, и Уау и так далее, так далее, так далее. Поэтому буквенный символизм, он на самом деле очень широко распространен в арабо-мусульманском искусстве. Здесь, опять же, нужно говориться про арабо-мусульманское искусство, это такой очень искусственный конструкт, само вот это вот словосочетание арабо-мусульманского искусства, потому что часто там в этом искусстве присутствуют не только арабы, а может даже зачастую не столько арабы, и не всегда мусульмане. Поэтому как бы это вот такой вот симбиоз огромного количества различных культур, огромного количества различных традиций, которые породило вот то, что мы сегодня в кавычках обозначаем как арабо-мусульманское искусство. Но вот этот буквенный символизм не только в рамках вот таких вот нескольких неожиданных вариантов изображения человеческого лица встречается, но и в оформлении каких-нибудь, допустим, мечетей, в оформлении в том числе и книг, и рукописей, и вообще везде, где это может быть уместно, везде, где вязь может быть уместна в качестве украшения, везде может присутствовать элемент этого буквенного символизма. Как говорится, все, что пишут, пишут не просто так, как говорится, это всегда есть какой-то смысл, как понятный для всех, так и понятный для, в некоторой степени, наверное, искушенных зрителей. Ну и говоря про арабскую каллиграфию, раз мы плавно перешли к тому, как изображаются буковки, вот такая вот объемность арабских буковок, то, что они в какой-то части толще и в какой-то части тоньше, обусловлено тем пишущим предметом, которым пользуются арабы. Сейчас, понятное дело, есть аналоги, не обязательно писать непосредственно тростниковой палочкой, но представители классических школ арабской каллиграфии продолжают писать вот этими тростниковыми палочками, потому что это вот довольно, на самом деле, строгое искусство со своими правилами, со своими требованиями, со своими традициями, которые не принято нарушать. То есть мы, может быть, в некоторой степени можем провести параллели с, допустим, японской каллиграфией, китайской каллиграфией, там такая же традиция, что все таким же кистями, таким же чернилами, шаг лево, шаг право, расстрел, как говорится. Вот арабская каллиграфия в данном случае не является исключением. Вот писали таким тростниковым перышком, тростниковой палочкой под особым углом заточенной. И из-за того, что у этого тростникового пера есть такой специфический угол, получается, когда мы при нажиме этим пером на бумагу ведем вниз и проводим, допустим, куда-то вправо-влево, у нас толщина буковки будет меняться где-то потолще, где-то поуже, и это придает ту условную объемность и вот эту специфическую красоту арабским буковкам, не присущую каким-то другим привычным в некоторой степени для нас алфавитам и традициям. Как пишутся арабские буковки? Что-то, наверное, само собой разумеюще всем хорошо понятно, но тем менее стоит озвучить. То есть известно, что пишутся справа налево, в отличие от привычного нам слева направо. Вот и русский, и татарский, и вот, ну, наверное, почти все языки народов России, за исключением, может быть, каких-нибудь там монгольского, который может писаться еще сверху вниз и тоже справа налево. А так, то, что мы привыкли видеть в повседневной жизни, и английский, и французский, и немецкий, и все-все-все пишутся слева направо, а вот арабский и все остальные языки, на самом деле, семейской группы языков тоже пишутся справа налево. То есть и еврит, и арамейский, и даже древнесирийский, он как бы тоже относится к семейской группе языков, но вот у него основание совсем другое уже. То есть как бы там и алфавит свой, и это не то же самое, что сирийский, который, в смысле, на котором говорят современные сирийцы. Это совершенно другой язык. Но это совсем другая история, как говорится. Пишутся эти буковки с сохранением определенных пропорций. Вот здесь на картинке вы можете видеть, что у каждой буковки, значит, эталоном буковки является вот такая точечка. Рядом с каждой из буковок можно обратить внимание, вот эти вот точки проставлены. Каждая буковка должна быть не больше и не меньше определенного количества точек. Это как раз то, что касается пропорций. Понимаете дело, что есть различные виды каллиграфических шрифтов, мы тоже об этом обязательно скажем. Но вот мы говорим просто о логике того, как одна буква отличается от другой. Поэтому пропорции представляют собой довольно важную концепцию. У каждой буковки есть четыре вида написания в зависимости от ее положения слова. Но, опять же, это может звучать несколько страшно, ничего себе. То есть, как бы, там вот 28 букв в арабском фавите умножить на четыре. Это вообще, там, какое-то колоссальное количество получается. Я никогда это точно не выучу. Это только, на первый взгляд, звучит очень страшно. Но, на самом деле, в зависимости от положения в слове, нужно понимать как то, что коль с корта вязь. То есть, мы пишем какую-то буковку и соединяем с последующей. Если в буковке есть какой-то хвостик, который висит, то, очевидно, он не будет там писаться, потому что, ну, хвостик, он же висит. Надо присоединить к следующей буковке. Поэтому ключевой элемент мы сохраняем, а хвостик убираем на случай, когда буковка будет в конце этого слова. И, получается, вот тот соединительный хвостик мы продолжаем дальше, и следующую буковку мы как бы нанизываем на вот тот кусочек, который мы оставили от предыдущей буковки. Получается, если у буквы был какой-то загогульника красивая, которая мешает соединиться с предыдущей буковкой, значит, она просто как бы вот так вот в некоторой степени сольется, в некоторой степени спишется. Поэтому к чему вся эта болтовня? У меня четыре варианта написания не только звучит страшно, на самом деле, а все остальное довольно интуитивно понятно. Если уж далеко за пример не ходить, в кириллице примерно то же самое. Я уж не говорю про скоропись и вот этот курсив, который невозможно прочитать. Наверняка каждый раз там столкался с жалобой иностранцев, изучающих русский язык, что какие-нибудь там слова типа там шалаш или пишешь или еще что-то в этом роде совершенно не прочитать, если это написано курсивом. Как говорится, если это написано где-нибудь там в тетради, это просто набор там колышков, которые вообще непонятно, что это такое. Поэтому не нам жаловаться на арабский язык. Вот так это дело можно обозначить. Или там классикам английской литературы приписывают такую историю, что посетив Петербург, вот он шокировался, значит, слово по-английски он передал, сколько там, какое-то колоссальное количество букв, 28-38 в одном слове, мол, those who defend themselves. Типа что, вот те, кто сами себя защищают, вот по-русски типа защищающиеся, и вот он, бедолага, пытался латинце это передать там, и вот это щищеще, вот ужас, получилось 28 букв, и к чему все это? Если мы уж расценили русский, то арабский вообще ерунда получается, тут все очень просто и понятно, тем более, что даже заглавных букв нет, лишних вещей учить не нужно будет, все буковки прописные. Ну и вот, говоря как раз про разновидность того, как есть шрифты, здесь можно посмотреть, есть, на самом деле, шрифтов бесчисленные множество. Никто не остановит вас лично от того, чтобы изобрести свой шрифт, никаких проблем в этом нет, то есть, опять же, здесь единственное условие, это чтобы, ну, дай бог, это было понятно, как раз, если вы пишете так, чтобы кто-то другой смог это прочитать, то желательно, чтобы какие-то пропорции букв сохранялись, а все остальное, пожалуйста, настолько, насколько у вас хватит фантазии и творческого закала, как говорится. Но есть, условно выражаясь, основные шесть вариантов почерка, шрифта, как угодно мы это дело можем обозначить, они фактически вот в этом списке выстроены в хронологическом порядке. То есть, вот куфи, это тот шрифт, который первым появился хронологически, если вдруг вы смотрели первую лекцию, там есть пример как раз куфического шрифта, представленный османским вариантом Корана, или Кораном Османа, то есть, как бы, третьего праведного халифа. Это такой, ну вот в данной таблице, он самая верхняя строчка, вот здесь можно, собственно говоря, наблюдать. Нижняя строчка, это тоже куфи, но это уже более поздний куфи. Обратите внимание, что все это пространство заполнено между буквами, заполнено разного рода узорами, растительным орнаментом и так далее, и так далее. Ну и вот, собственно говоря, другие виды шрифта, они, почему их шесть основных, и почему их вообще шесть, и зачем их так много? Что вам, двух не хватило, что ли? Не хватило, потому что каждый из этих шрифтов используется в разных случаях, в разных целях. Сульс, буквально переводится как «одна треть», это такая форма скорописи. Это, коль скоро, может быть, видели какие-нибудь такие классические, что называется, восточные рукописи, зачастую у страницы рукописи заполнялась не целиком вся страница, а только какая-то, вот если мы представим вот так вот страничку, то какая-то вот только по центру часть этой странички заполнялась текстом, а остальное на полях оставалось пустым для того, чтобы писать разного рода глоссы, разного рода комментарии, кажется, хаши или хаваши по-арабски они называются, и зачастую вот такого рода комментарии или глоссы к сочинениям могли представлять большую ценность, чем само сочинение. То есть там кто-то очень большой, известный ученый взял и прокомментировал, и это стало более ценным, чем труд, который он комментировал. Поэтому как раз вот Сульц, он нужен был для того, чтобы заполнять вот такого рода небольшое пространство на рукописи, на страничке книги. Насх, как раз вот буквально это дело переводится как копировальный, здесь, собственно говоря, можем по названию уже понять смысл его использования. То есть это тоже очень простой вариант шрифта. Чаще всего, собственно говоря, шрифты типа Насха и учат те, кто начинает учить арабский язык. Насхам чаще всего пишут, потому что это самый простой, без разного рода изысков, каких-то красотулик, текст, который нужен для того, чтобы увеличивать копии. То есть его разработали для того, чтобы увеличивать списки книг. Это Алик, как раз комментаторский, ну или комментарий буквально, это дело можно перевести. Опять же, я не буду сильно долго на этом остановиться. То есть как бы понятно, мне кажется, из названий, для каких целей использовались. То есть диване, ну вот здесь диване, как раз это вот посерединке, если из всех примеров, которые здесь указаны, для того, чтобы понять диване, это он называется канцелярский, просто потому что диван это канцелярия, это собрание. То есть само по себе слово диван обозначает собрание, сборник, собрание. Как вот, допустим, поэтический сборник будет диван, так и собрание каких-нибудь чиновников тоже будет диван. Как раз вот совет, поэтому в данном случае канцелярский получается. И вот этот шрифт диване используется для каких-нибудь поэтических сборников. Там, где вы что-то вот получаете эстетическое удовольствие от содержания, поэтому нужно, чтобы форма, она еще и соответствовала, как-то вот коррелировала с содержанием в том числе. Ну и вот этот вот рикаа, лоскутный, он тоже вот предпоследний, получается, можно посмотреть, он снизу. Короче, друг от друга отличаются. Вот есть еще отдельный магриби, он очень специфичный. На самом деле про шрифты можно было бы отдельно рассказывать, может быть, можно будет с отдельной лекцией про это тоже выступить, но в другой раз. Ну и для того, чтобы как-то вот поощрить, как-то вот, значит, стимулировать людей, которые все еще сомневаются, что вот, ну, арабский может быть сложный, вот, как бы, там какие-то непонятные слова. Вот и сейчас вот я слушаю и слышу там какие-то аа, там ха, там вообще непонятно. Я скорее помру, чем все это произнесу. Вот таким людям можно смело сказать не переживать, и вы уже говорите на арабском языке, потому что в русском немало и заимствований из арабского языка. Понятно, то есть есть какие-то специфические заимствования, с которыми многие из нас могут не сталкиваться, типа каких-то там религиозных специфических понятий, умма, фетва, там и так далее, там халиф, может быть, хафиз и так далее. Ну, и какие-нибудь простые слова, которые ежедневно присутствуют в нашем обиходе, как, например, магазин, это тоже арабское слово. Вот вы говорите магазин, вот считайте, что вы уже говорите по-арабски, то есть как бы говорите алгебра, говорите алгоритм, адмирал и так далее, это все арабские заимствования. Если вы еще занимаетесь какими-то там, значит, науками типа химии или физики или астрономии, то здесь, пиши пропало, огромное количество заимствований из арабского языка. Как бы начиная от каких-нибудь классических альтаиров, заканчивая каким-нибудь, опять же, хорошо известным алкоголем. Это тоже все заимствование из арабского языка. Поэтому, повторюсь, если вдруг вас останавливает от изучения арабского языка неуверенность в своих силах, отставьте это. Вы уже говорите по-арабски. Не так хорошо, как хотелось бы, но, тем не менее, первый шаг уже, как говорится, сделан. Ну, и в заключении, хочется сказать, что как раз вот израильские ученые доказали, что чтение на арабском языке, задействует оба полушария мозга. Такого не наблюдается прочтение на английском языке, на русском языке и даже на иврите, который тоже относится к семейской группе языков. Шведские ученые тоже подтвердили, что изучение арабского языка напрягает мозг сильнее, чем изучение других иностранных языков и приводит к увеличению областей коры головного мозга, отвечающей за изучение языков. То есть, там, значит, пробиваются новые дендринные окончания, значит, возникает миелиновая оболочка на наших нейронных окончаниях, мозг становится более пластичный, вы становитесь более сообразительными, лучше все запоминаете, лучше все понимаете. И вообще, просто мир дружбы жвачка. Сказать бы, вот в день, когда все выучат арабский язык, наступит мир во всем мире, я вот уверен в этом, на самом деле. Вот поэтому на это радостно хотелось бы закончить. Спасибо большое за внимание и, надеюсь, до скорых встреч.